Рыбакит папа рисует. Привет друзья любители рисования сегодня на канале Рыбакит я рисую для вас очень супер маленький простой рисунок Санта Клауса. Санта Клауса почему Деда Мороза? Ну Деда Мороза я тоже рисую, но решил сегодня Санта Клаус нарисовать. Я думаю многие девчонки мальчишки льдают что ли такое, это почти, это друг Деда Мороза и мы рисуем его просто поэтапно фломастерами. Фломастеры двухсторонние у меня называются Гамма, мне очень нравится, так с одной стороны черный, другой серый, много цветов, 10 фломастеров, а можно все-все нарисовать. Но на самом деле я зря это рассказываю, потому что рисунок это будет очень простой. Мы нарисуем Санта Клаусу голову, портрет, чтобы ты смог его нарисовать на открытке например. Для начала мы нарисуем вот такой вот овал или сосиску, я бы больше назвал сосиску. Рисую его так поэтапно, раз такой вот, все нормально, сосиска готова. А теперь нарисуем нос ему, сразу чуть ниже нос, носище красный нос. Почему у Санта Клауса красный нос? Потому что холодно ему там на Северном полюсе живет. Теперь ему усы нарисуем в разные стороны. Усы, большущий красавец. Когда-то и у папы вырастут усы, пока только есть очки и так вот случилось, но ничего. Санта Клаус получается ничего так себе. Теперь что у него есть? У него есть борода, самое главное основные его этапы нарисуем, основные такие штуки. Борода у Санта Клауса длинная, почти как у Деда Мороза. И не спеша ее вот так рисуем. Отлично. Нарисовали. Дальше, что еще у Санта Клауса есть? У Санта Клауса есть кепочка или с бомбончиком. Я не знаю как. Я ее шапкой буду называть. Или же колпак можно назвать тоже. Тоже колпак. Колпак нарисован. Здесь уже просто такие бакенбарды со стороны волосик есть. А здесь у него глазки. Раз кружочек, два кружочек и глазки. Глазки он куда-то должен смотреть. Вот сюда. Мой Санта Клаус смотрит направо. Вернее как налево для него и направо для меня. Улыбочка. И все. Теперь только раскрашиваем. Раскрашиваем очень-очень просто. У меня есть красный фломастер. Я раскрашу красным фломастером. Яркий-яркий колпак, как мы договорились. И нарисую еще. Еще его раскрашу лицо. Красное-красное-красное. Или желтенькое. Выберу желтый. Очень красный. Яркий цвет. Мне нравится. И желтенькое лицо. А еще красный нос. Ну можно розовый. По-любому. Выбирай любой цвет. Какой тебе нравится. Мне нравится наверное все-таки красный. Больше всего понравится. Если он красный. красный нос. Это смешно. И еще в конце будем использовать серый фломастер. Для всяких крутостей. Я думаю ты уже все готов. И все можно сказать уже рисунок готов. Но давай немножко нарисуем всяких крутостей. Например на шапке есть такие неровности. Такой мех. И мы можем его нарисовать. На бомбончике тоже мех или бахрома. Вот здесь такие волосики у него в усах есть. И мы можем их нарисовать. И по бокам в прическе. И даже в его чудной бороде тоже есть волосики. И все это мы можем серым нарисовать. Вот такая у нас Дед Мороз паута. Ох нет Санта Клаус. Я все время путаю этих ребят. Но надеюсь что ко мне придет и тот и другой и подарки подарит. А в конце нарисуем маленькие кружочки и большие кружочки. Это много-много снега вокруг нашего Санта Клауса. Дед Мороз передает нашему Санта Клаусу привет. Мы обязательно рисуем и Деда Мороза и Санта Клауса еще не раз. Но сегодня именно рисование очень простое. Чтобы у тебя получилось поэтапно и фломастером. Потому что я знаю что многие девчонки и мальчишки любят рисовать фломастером. Приходи ко мне на канал Рыбакит. Подписывайся. Приходи в Instagram. Там тоже есть такие конкурсы. И участвуй в них. Как можно больше рисуй со мной. Потому что это прикольно. Я стараюсь все что нарисую тебе поделиться. Рассказать. Как можно все просто нарисовать. И все это пояснить. С Новым годом. С новым счастьем. Новых рисунков. И не тормози. Рисуй быстро и много. Это я так тебе и желаю. Пока.